рейс я приветствую всех своих учеников а также тех кто изучает боевые искусства в особенности серензи кэмп сегодняшний урок у нас посвящен тэнчкэн дайкэй сотай исполнение формы тэнчкэн дайкэй паре если вы уже изучили парный тэнчкэн дайкэй вы видели что создатель объединил защитную и атакующую часть в одной форме первые три действия у нас шли атакующий дальше три действия шли у нас защитные с контратакой при изучении парный тэнчкэн мы выполняем на четыре счета а при выполнении на выступлениях или куми эмбу необходимо выполнять на три счета последнее действие учи харайуке и джунгерри выполняем в инициативе тайна сэн на что необходимо обратить внимание изучение парной формы необходимо приступать когда в одиночной форме вы делаете правильно на правую и на левую сторону ранее вам рекомендовал практиковать тэнчкэн дайкэй одиночное исполнение по принципу восьмерку на правой и левую сторону это необходимо чтобы выровнять наши стороны чтобы мы могли одинаково атаковать и защищаться как с правосторонней стойки так и с левосторонней стойки создатель в тэнчкэн дайкэй заложил очень много информации если внимательно посмотреть мы увидим что первые три действия у нас идут атакующие потом три действия идет защитные и четвертое действие идет контратака вспомним одиночное исполнение тэнчкэн дайкэй и дарья чудангамая камая после принятия стойки дарья чудангамая у нас идет три последовательные атаки впереди стоящей рукой эйч сзади стоящей рукой не блок сотоке кагетски сан после этого нашли три защитных действий улки рэнуки и учих а райуке с контратакой парном исполнении здесь добавится у нас блок си талки а если правильно не оки блок сотоке и си талки как будет выглядеть и после этого мы переходим на блок улки сан гол рек и и можно поменять стойку хоть вещь в этом году не уже пошел шестой десяток я уже не так быстро и стремительный как ранее попрошу поассистировать кого-нибудь из моих учеников ассистирует саж пожалуйста рей и после того как мы с вами изучили одиночное исполнение добавили блок си талки или не оки двойной блок необходимо переходить парному исполнению начальный этап парного исполнения будем выполнять на дистанции этот метод оптимально подходит при пандемии которая на данный момент у нас сейчас в мире даже необязательно одевать маски после изучения тончкин да и кей вариант сотой парный на дистанции необходимо уже выходить на рабочую дистанцию посмотрите внимательно как это делается ну и но и Мы изучили исполнение Танчкен Дайкей и не только, а также других форм и техники по принципу Тайчи. Также необходимо выполнять Танчкен Дайкей парный вариант по принципу Тайчи, на что следует обратить внимание. Все движения должны быть плавные, в нигде не должно быть остановок, одно движение переходит в другое. Вначале темп очень медленный. По мере вашего мастерства необходимо выполнять довольно быстро, но без остановок. Сейчас продемонстрирую одиночное исполнение Танчкен Дайкей и с добавлением блоком Ниоке. И спокойно начинаем. Одно движение переходит сразу в второе. Нет нигде остановки. Рей. А теперь посмотрим парное исполнение по принципу Тайчи. Дальше. Спасибо за субтитры Алексею Ду vibrante. Спасибо за субтитры Алексею Дубровсюмим! Продолжение следует... Продолжение следует... И защитный старается подальше держаться, потому что боятся получить синяк. Для этого мы используем очень простой метод. Ключевые ударные точки. Как он выполняется и в чем его суть. Так как у нас Танчхэн Дайкэй при изучении мы выполняем на 4 счета, то на каждый счет мы будем разбивать на 2 счета. При нахождении стойки Чудан Гамая при атаке мы выходим на ударную позицию, подносим кулак к точке Микадзуки партнера, но не бьем, а просто прикладываем. После этого идет небольшое давление. Я нахожусь в стойке Чудан Гамая, небольшое давление. Мне необходимо от этого давления уходить в направление давления. Я ухожу в направление давления и делаю блок УВУКе. Также партнер делает гиакудзуки, давит на точку Микадзуки. Я начинаю убирать таз и делает блок Ренуке. Также скаги. Я убираю таз, ставлю ногу, давлю и партнер, соответственно, делает. Давайте лучше посмотрим, как это выполняется в паре. Очень хороший метод, вырабатывает правильную дистанцию и, соответственно, вы запоминаете те точки подсознательно, куда необходимо атаковать. И партнер вам сразу подсказывает. Находится ли ваш кулак на точке Микадзуки или на точке Майя, Сайма, Сагец и других точках, которые используются для атак и контратак. Давайте посмотрим, как это выглядит. Парнаутенчкен Дайкей При практике парнаутенчкен Дайкей многие начинающие ученики очень сильно сковываются. Их действия такие очень напряженно. Они теряют очень много сил и энергии. Для этого необходимо точно разделять фазы напряжения и расслабления. Фазы блока и нейтральной фазы. Фазы атаки и также нейтральной. При одиночном исполнении мы рассматривали с вами раннее упражнение. Это по ключевым точкам. Фаза напряжения и расслабления. В парном Танчкене мы называем этот метод ожидания атаки. Что важно при выполнении данной практики? Мы должны четко разделять фазу действия блока. После этого у нас идет фаза ожидания. Партнер может выполнять разные паузы. Начиная от одной секунды. Или вообще не делать паузу. Продолжать сразу следующее действие. Либо фазу увеличить ожидания. Ну не знаю, можно даже до пяти секунд. Отличное упражнение для выработки реакции. Скорости. А также нашего зрения. Хаппо-моку. Чтобы мы видели пространство вокруг себя. Мы не фокусируемся ни на что конкретно. Мы стараемся в фазе ожидания быть максимально расслабленными. Хотя сохраняем правильный баланс стойки. Давайте посмотрим, как это выглядит. Тенчикен Дайкей. Очень уникальная форма, которая может отработать необходимые качества. Парный Тенчикен Дайкей на экзамене. И при выполнении форм выполняется на три счета. Ич, Ни, Сан. Но при изучении необходимо исполнять на четыре счета. Чтобы полностью отрабатывать все необходимые атакующие и защитные действия. А также контр-атакующие. Рей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин